ДИАЛОГ Сергей Павлович Соливончик, заместитель главного врача Гомельского областного клинического кардиологического центра. В 1989 году окончил Минский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело. Позже Международную школу по кардиохирургии в Италии. Имеет высшую квалификационную категорию врача-хирурга, кандидат медицинских наук. С декабря 2010 года назначен заместителем главного врача по хирургической помощи Гомельского кардиоцентра. За высокие достижения в области кардиохирургии в 2012 году награжден знаком «Отличник здравоохранения». В 2014 награжден медалью за трудовые заслуги. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского областного клинического кардиологического центра, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45. Сергей Павлович, здравствуйте. Рад приветствовать вас в студии нашей программы. Спасибо, что нашли время к нам прийти в гости. Спасибо большое. Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение. Постараюсь максимально ответить на все вопросы, которые возникнут у вас и телезрителей на тему сердечно-сосудистых заболеваний. Нашу беседу хотелось бы начать с такого вопроса. Расскажите, а как вы пришли в кардиоцентр? Тогда, если не ошибаюсь, это был еще кардиодиспансер. Да, действительно, когда я пришел в кардиодиспансер, это было в 1998 году, после того, как вернулся с курса в Италии, где я, как сказано правильно, проходил стажировку. Поскольку в Гомельской области на тот момент еще не выполнялись операции на остановленном сердце, то есть с применением аппарата искусственного кровообращения, я прошел такую специализацию в Италии и буквально в январе начал работу в кардиоцентре. 18 мая 1998 года мы с нашими коллегами из Минска выполнили в Гомельской области первую операцию на открытом сердце. Этот парень, которого мы оперили уже сейчас, молодой человек, имеет свою семью, у него все хорошо и на сегодняшний день. Вы кандидат медицинских наук, доктор высшей квалификационной категории. Это тот случай, когда активная медицинская практика помогает работе в науке? Да, всегда, вы знаете, любые дополнительные теоретические знания, особенно по той специальности, в которой ты находишься, они, безусловно, помогают практике. Как и практика помогает тому, чтобы наиболее четко определить, что бы вы хотели достичь в каких-то научных своих разработках, научных достижениях. Это, безусловно, то, что необходимо. К кардиологическому диспансеру в Гомеле чуть более 30 лет. За это время поменялось очень многое, в том числе и название. Как понимаю, вместе с ним расширился и спектр услуг на сегодняшний день? Безусловно, по сравнению с тем, что было в том же 1998 году, спектр услуг значительно расширился. Понимаете, даже слово «кардиодиспансерное» подразумевает больше наблюдений людей после выполнения чего-то. Но сегодня в кардиоцентре выполняется полный спектр, пожалуй, мы единственный такой областной центр, в котором все виды помощи кардиологической созданы. Во-первых, это начиная с приемного покоя, когда человек обратился с проблемой. Либо это диспансерное отделение, куда опять же человек пришел на прием планово, заканчивая оперативными вмешательствами различными, и кардиохирургическими, и сосудистым отделением, и рентген-эндоваскулярными операциями, и заканчивая делением реабилитации после реконструктивных операций на сердце и сосудах. То есть полностью цикл. Мало того, после того, когда операция выполнена, человек уже выписан домой, он по-прежнему возвращается в кардиоцентр под динамическое наблюдение. Поэтому мы еще знаем результаты нашего труда. Сергей Павлович, каждая спасенная жизнь – это уже победа. Если же смотреть шире, что можно считать, скажем так, достижениями за 5 лет крайние? Вы знаете, в первую очередь я бы поставил наши достижения в области лечения острого коронарного синдрома. Это действительно большая победа Гомельской области в том, что мы можем оказывать современную высококвалифицированную помощь, которая приносит реальные результаты по уменьшению летальности от острой кардиологической патологии, потому что мы фактически берем всех пациентов города Гомеля и ряда районов, таких, например, как Добруш, как Речица, Ветка, для того, что если человеку можно оказать помощь в течение 90 минут от начала сердечного приступа, то этих пациентов везут к нам, и мы фактически сразу же начинаем им оказывать максимально возможную помощь, что приводит к уменьшению осложнения от инфарктов миокарда, либо уменьшению самих инфарктов миокарда. Иногда люди уходят из центра, приезжая с подозрением на инфаркт миокарда, а благодаря манипуляциям человек становится практически здоров. Ну, не открою какой-то секрет, если скажу, что в медицине огромное количество направлений на сегодняшний день. И вопрос в следующем. Какие из них в кардиоцентре на сегодня развиваются наиболее плодотворно? Я бы сказал так, что огромное значение. Мы действительно придаем, в первую очередь, острому коронарному синдрому, который на протяжении последних лет нам показал значительное снижение проблем от инфаркта миокарда и улучшение результата в лечении кардиологической патологии. Потом я бы сказал, что такое направление, как радиочастотная аблация, имплантация электрокардиостимуляторов, мы являемся в республике лидерами по количеству имплантируемых электрокардиостимуляторов различных типов. И последних два года мы начали развивать так называемую радиочастотную аблацию, которая является высокотехнологичной, требует и оборудования, и большие знания от сотрудников. Поэтому готовилось несколько этапов, приобреталось постепенно оборудование, шло обучение специалистов, чтобы помощь, которая оказывается, она сразу же оказывалась на высоком профессиональном уровне, чтобы и оборудование зря не пропадало, и каждый вложенный рубль в оборудование, он приносил свою высокую отдачу. Вот вдогонку сразу хочу задать вам следующий вопрос. А по каким же позициям сотрудники центра в Беларуси оказались первыми? Первыми оказались как раз по имплантации стентов при остром коронарном синдроме. Особенно если рассматривать с точки зрения количества и качества имплантируемых стентов на миллион населения. Потому что если брать абсолютные цифры, где-то там Минск может немножко больше показать, чем мы. Гродно по 2015 году показало достаточно высокие цифры, но на миллион населения Гомель уверенно лидирует. Являемся уже на протяжении четырех последних лет. Это отмечено на последней нашей итоговой конференции. Мы являемся лидерами по данному виду оказания помощи. Это очень важно. К нам уже присоединились наши телезрители. У нас есть телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Я, в общем-то, хочу поблагодарить Сергея Павловича, который 10 лет назад вместе с Юрием Петровичем вернули меня к нормальной жизни. И, пользуясь случаем, как вижу сейчас на экране, Сергея Павловича, большое спасибо, удачи. И, конечно же, самому крепкого здоровья так необходимо в такой тяжелой работе. Спасибо вам, Сергей Павлович. Спасибо вам большое. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Михаил Кузнец. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем стараться и дальше выполнять всю работу качественную, своевременно. Спасибо большое вам за звонок. Напомню, номер нашего телефона 77 68 45, код Гомеля 8 0 232. Мы продолжаем нашу беседу. Еще один важный компонент – это, конечно же, техническая оснащенность. Что заслуживает особого внимания? О чем хотелось бы поговорить сегодня? Я бы сказал так, что благодаря усилиям, стараниям и желанию руководства нашей области, область полкома и обздравотделу, очень много сил и средств вложено в наш центр. Закуплено современное оборудование. У нас есть компьютерный томограф. У нас есть два ангиографических аппарата, на которых выполняется исследование коронарных артерий, ставятся стенты, имплантируемые электрокардиостимуляторы. У нас созданы очень хорошие условия в операционно-реанимационном модуле, который является новым и оснащен самым современным оборудованием. Очень хорошо оснащение имеется в отделении реанимации и анестезиологии. То есть я хотел бы сказать, что, в принципе, мы имеем на сегодняшний день и хорошее оборудование, и очень высококлассных специалистов, которые реально могут оказывать высокотехнологичную помощь на очень высоком уровне. Много оборудования. В сосудистом отделении мы получили еще и активно используем аппарат для лазерной коагуляции вен из мини-инвазивного доступа. Это, опять же, очень хорошая мини-инвазивная такая операция. И вообще в центре идет тенденция на то, чтобы по возможности шагать в ногу с мировым прогрессом и использовать там, где это возможно, операции из мини-инвазивного доступа, чтобы операции были как можно менее травматичны, но при этом отдача была наиболее высокой, чтобы человек раньше мог сам себя реабилитировать с помощью медицинского персонала, меньше находился на больничном листе, и то есть все издержки на обследование лечения пациента, они были минимальны при наиболее эффективном результате лечения. Сергей Павлович, Вы знаете, у нас есть сейчас хорошая возможность и с Вашими коллегами познакомиться, и побывать, скажем так, с экскурсией в кардиоцентре. Дорогие мои коллеги подготовили материал, который мы с огромным удовольствием сейчас презентуем и Вам, уважаемые телезрители. Гумельский областной кардиологический центр – учреждение в достаточной степени уникальное. За 30 лет он превратился из обычного диспансера в многофункциональный комплекс. Сегодня здесь работает единственное в области отделение сосудистой хирургии несколько кардиологических отделений, плюс современная диагностика, лечебно-здоровительный массаж и оказание психологической помощи. Стали доступны высокотехнологичные виды медицинской помощи. Это и операции на открытом сердце, это и диагностические интервенционные вмешательства, это и операции по имплантации кардиостимуляторов. И по оценке Республиканского научно-практического центра кардиология по итогам 2015 года мы занимаем лидирующие позиции в республике. По сравнению с прошлым годом, экспорт услуг в этом году вырос практически в два раза. Основная часть зарубежных пациентов – представители Российской Федерации. Не то чтобы в той же Брянской области не было своей кардиологии, однако класс белорусских медиков сегодня несколько выше, как и технические возможности. Только в отделении сосудистой хирургии в центре ежегодно проводится до 1200 операций. В сосудистой хирургии операции все очень успешно проводятся, осложнений практически не бывает, смертность меньше 1%. В отделении медицинской реабилитации 7 палат, 6 из которых мужские. Кардиологические заболевания сегодня вообще больше свойственны мужчинам. Причем на больничные койки все чаще попадают совсем молодые люди. Курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы и ожирение. И это еще не все причины, последствия которых пытаются устранить медики. Учитывая, что 60% больных это больные трудоспособного возраста, конечно, наша задача вернуть их к труду. И для этого мы используем очень широко методы физической реабилитации. Для каждого больного в день приходится около 2-3, а то и 4 процедур физической реабилитации. Это и дозированная ходьба, и лечебная гимнастика, и велотренировки. Надо сказать, что у нас налажен курс длительных велотренировок, который продолжается и на амбулаторном этапе. По словам самих медиков, кардиология – очень деликатное направление медицины. Здесь нужно работать быстро, профессионально и деликатно. И еще одно качество, которое сегодня очень ценится в кардиоцентре – внимательное отношение к людям. Отношения и квалификация. Даже, не говоря о врачах, что очень важно. Даже средний медицинский персонал, врачи. Здесь все, скажем так, уютно, по-домашнему, никто тебе не отказывает. И внимательно к просьбам, не говоря о большем. Любое отношение достойно того, чтобы называться врачом. Вот это самое главное. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Напомню, что гость в студии – заместитель главного врача Гомельского областного клинического кардиологического центра Сергей Соливончик. Ну, а у нас тем временем есть еще один телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Это вот вас как бы беспокоит. Ермоленко Тамара Ивановна, когда-то в 19-м году моему мужу сделали операцию на сердце. И Сергей Павлович это, наверное, хорошо помнит. Низкий поклон ему. Это вот одна операция, как нам сказали. Из миллиона человек только один выживает. Спасибо большое за звонок и спасибо за теплые слова. Спасибо большое. Напомню, номер нашего телефона – 77-68-45. Ну, а наш эфир продолжается. И, Сергей Павлович, хотелось бы услышать некоторые ваши комментарии по материалу, который мы только что увидели. Вот та экскурсия, которую, благодаря телевидению, мы совершили в вашем центре. Ну, здесь вы видели как раз и нашу операционную. Наверное, сразу бросается в глаза, во-первых, то, что она построена современно. Оборудование очень хорошим оборудованием. И, безусловно, наше отделение реабилитации, которые здесь же были видны. Конечно, нам всегда хотелось бы создать людям такой уют, чтобы человек все-таки приходит больной в больницу. Он встревожен, есть проблема. Понятно, что человеку необходимо всегда толком объяснить, разъяснить, что есть, что ожидает. И по возможности сделать так, чтобы человек максимально комфортно себя чувствовал. Это и улучшает результаты лечения. Человек более предрасположен тогда. Он понимает, что это ему нужно. Надо правильно человеку дать информацию. Что будет, если оперировать, что будет, если не оперировать. Какие риски, какие прогнозы и так далее. Потому что только человек сам при получении максимальной информации, которая касается лично его здоровья, каждого индивидуального человека, может уже принимать это решение. И чрезвычайно важно, чтобы между врачом и пациентом действительно сложились такие доверительные отношения. Нет, потому что только это способствует, кроме профессионализма всей бригады, которая завязана на оказании помощи человеку. Вот именно такие доверительные отношения не всегда помогают улучшить результаты лечения. То есть каждый доктор должен быть еще и психологом? Желательно так. Желательно. Потому что надо понимать, что человек, который приходит в учреждение, конечно, он всегда немножко встревожен. Потому что это серьезная ситуация. Это касается часто экстренной помощи. Не все хорошо разбираются в медицине. Поэтому, конечно, человеку надо рассказать, что это за проблема, какие есть пути ее решения. Что, если таким путем пойти, либо таким, либо другим. И, конечно, всегда человеку желательно рассказать, какой в этой ситуации мы видим наилучший путь, чтобы получить действительно оптимальные результаты в оптимальное время. Насколько мне известно, вы проходили учебу и в Италии, и во многих европейских странах. Скажите, нужно ли, что и можно и нужно почерпнуть нашим медицинским учреждениям у зарубежных коллег? Действительно, всегда есть какие-то новые методики, новые иногда какие-то приборы, устройства, которые разрабатываются не только, скажем, Белоруссии, России, но и за рубежом, естественно. Потому что многие компании сегодня транснациональные. И они разрабатывают некоторые продукты, которые являются передовыми. И которые, безусловно, надо знать о том, как они делаются. Потому что мы видим на примере даже времени, когда сами уже работаем с пациентами, что действительно, внедряя новые технологии, мы получаем иногда очень хорошую отдачу. Поначалу кажется, что, может быть, это что-то на первом этапе является более дорогим, нежели традиционные вещи. Но если посчитать суммарно время нахождения человека, скажем, в учреждении, потом на больничном листе, иногда даже вот эта группа инвалидности и так далее, то суммарно получается, что внедрение новых технологий очень часто приносит очень большие плюсы, в том числе экономические. То есть получается тогда, что на государственном уровне можно экономить даже те средства, которые тратятся, как говорится, в виде налогов на здравоохранение. Надо сказать, что здравоохранению, несмотря на всякие даже трудные времена, выделяется значительное количество, достаточное количество средств для того, чтобы оказывать помощь на очень хорошем уровне. Ну, хорошо. А что же думают иностранные врачи о своих коллегах из Беларуси? У нас были и оперировали в нашей операционной различные специалисты, такие, как итальянские специалисты. Это были и литовские специалисты, россияне, украинцы. Они и видели, как мы оперируем, и сами участвовали в операционной. И надо сказать, что они очень хорошо отзываются как о состоянии в общем, то есть материально-техническом оснащении нашего учреждения, так и о тех людях, которые работают и оказывают помощь нашим пациентам. Поэтому можно сказать, что они отзываются хорошо. Хорошо. Но никогда ничего не стоит на месте. И, безусловно, для того, чтобы получать лучший результат, надо всегда стремиться к чему-то новому и знать и о новых технологиях, и о новых каких-то методах лечения, и о новых устройствах, которые можно имплантировать людям. Как пример могу сказать, что в этом году в нашем рентген-эндовоскулярном отделении имплантирован так называемый граф-стенд, когда из буквально небольшого разреза человеку заменили часть расширенного отдела аорты. Это сложная достаточно операция. Если ее делать открытым путем, она достаточно травматична. А так вот удалось через небольшой разрез человеку фактически восстановить кровоснабжение в нижней конечности, то есть к ногам. И очень хороший результат. О новых технологиях и не только мы обязательно поговорим чуть позже. Пока что я хочу наше эфирное простору уступить нашему телезрителю. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте, добрый вечер. Как вас зовут? Я Живу Гомеле. Зовут меня Тамара Николаевна. У меня диагноз аневризма аорты в восходящем отделе. Иногда делают УЗИ ставит 51-55 миллиметров, а иногда 52. Конечно, как нормальный человек я все равно боюсь сделать операцию. Скажите, какая статистика благополучных результатов у вас? Как часто делают эту операцию? Тем более у меня два года на одном уровне аневризма. Я стараюсь сберечься. Вот, щадящий труд. Какую информацию можно дать нашей телезрительнице? Вопрос. Я бы хотел сказать так, что поскольку каждый человек индивидуален, и необходимо посмотреть, в каком месте выполнялось это ультразвуковое исследование, или это в нашем центре было, или это где-то в поликлинике, сравнить с результатами динамического наблюдения, тогда можно уже прийти к конкретным результатам. Но те цифры, о которых вы говорите, они действительно являются на сегодняшний день показанием к оперативному вмешательству. Это операция, как бы плановая в данной ситуации, с того, что вы говорите. Но нам необходимо посмотреть еще на целый ряд факторов, о которых, может быть, вы еще не до конца знаете, которые мы должны обсудить, и только на основании всего комплекса обследований уже принимать решение. Если у вас остается нерешенный вопрос, пожалуйста, приходите ли на прием к кардиохирургу у нас по понедельникам, средам, пятницам, либо приходите ко мне, и мы с вами дополнительно эту тему побеседуем. Если нужно, то предложим вам сроки выполнения оперативного вмешательства. Пожалуйста, приходите. Сергей Павлович, не могу в продолжении начатой темы еще не задать вам следующий вопрос. Существует ли очередь на прохождение операции в кардиоцентре? Нет, хочу сказать, что очереди нет как таковой. У нас все пациенты, которым показана экстренная операция, выполняются незамедлительно по мере поступления в кардиоцентр. Что касается плановой, максимально две недели. То есть фактически это только то время, которое человеку требуется для прохождения определенных плановых анализов, как то, например, общий анализ крови, общий анализ мочи и так далее. То есть это стандартная процедура подготовки. По сравнению с теми временами, которые были раньше, сейчас очень благоприятная ситуация. Тем более, что есть все буквально расходные материалы, которые необходимы для выполнения операции. И, пожалуйста, всем, кому необходимо, еще раз хочу сказать, что приходите, мы обязательно вам расскажем о том, какой вид операции вам показан, что мы можем вам предложить. И сроки уже правы выбирать сам пациент, когда он хочет. Если он желает, не более двух недель. Если что-то появляется более экстренное, мы безотлагательно человеку предлагаем эту операцию, при его согласии тут же выполняем. Уверен, что многих телезрителей, кто сейчас нас смотрит в прямом эфире, интересует вопрос, платные это услуги или бесплатные? И если бесплатные, то для кого? Кто может воспользоваться? Для всех жителей Республики Беларусь вся помощь в нашем центре бесплатна. Поэтому еще раз хочу людям сказать, что есть очень хорошие расходные материалы, которые приобретены либо за счет средств областного бюджета, либо за счет республиканских средств. И это материалы, которые проверены уже, можно сказать, годами. Имеется определенное статистическое наблюдение, это, кстати, расчеты и наши, и среднереспубликанские. Поэтому хочу сказать еще раз, что лечение абсолютно все высокотехнологичное является бесплатным. И если есть показания, пожалуйста, приходите. Не нужно болезнь запускать. Желательно ее выполнить на том этапе, когда результаты, я имею в виду отдаленные результаты оперативного лечения, будут гораздо более положительными для человека, чем когда человек уже приходит в таком запущенном состоянии, и потом очень сложно вернуть, несмотря на максимально полную коррекцию, все-таки сложно добиться отдаленных таких результатов, потому что, как говорится, уже есть определенная усталость того же сердца. 77-68-45, номер телефона прямого эфира. Звоните, не теряйте такую возможность. Код Гомеля 80-232. Ждем ваши звонки. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. Сергей Павлович, активно развивается такое понятие, как медицинский туризм. Скажите, насколько его можно применить и, скажем так, в данной ситуации? Мы активно работаем со страховыми компаниями, и Белнефтистрах, и Белгострах, и другие компании, так сказать. Стараемся, чтобы люди, и, во-первых, информацию также дополнительно еще размещаем на всех доступных источниках информации. И газеты, и радио, и встречи, которые были там и на российской земле. И вот с тем, чтобы жители России, Украины особенно, могли приехать к нам, и мы могли предложить им высокотехнологичные виды помощи. В этом году обращаемость людей, в первую очередь, из России, несколько увеличилась в 2015 году. Мы надеемся, что все-таки ситуация в России станет еще более стабильной. И мы будем предлагать нашим соседям из России, из Украины, из других стран, из дальнего зарубежья, потому что к нам поступают люди из Израиля, из Азербайджана. Чаще всего, если статистически брать, это Россия. Это более 80% пациентов, которым мы выполняем какие-то вмешательства, это граждане Российской Федерации. По процентному, если соотношению брать, граждане Украины, в дальнейшем идет Азербайджан, Израиль, есть граждане Германии, Италии, но это уже в меньшей степени. Там процентов уже, конечно, меньше. В первую очередь, это наши соседи, которые расположены не так далеко от Гомеля. Вот как читаете, почему выбирают именно белорусскую медицину? Соотношение цены-качество? Есть соотношение цены-качество, которое очень важно. Во-вторых, многие уже знают, поскольку регионы близлежащие, многие имеют родственников, которые прошли лечение, являясь гражданами Республики Беларусь, они видят даже те результаты, которые выполнены, и понимают, что обращаясь к нам, они получают даже те услуги, которых еще нет, например, в России, либо в Украине. У нас новое оборудование, у нас новые методики. Поэтому это подталкивает людей дополнительно к тому, чтобы все-таки приехать в наш центр и получить новые виды помощи. Как пример, вот, например, скажу, имплантация определенных видов электрокардиостимуляторов. Вот новые виды радиочастотной аблации, которые мы развиваем, это тоже делается для того, чтобы дополнительно привлекать пациентов из других стран к нам на выполнение данного вида операций. Прежде чем уйти на рекламный блок, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Дмитрий Павлович, вы нас помните, это Удодов Михаил. Большое вам спасибо. Вы самые первые, тогда начали оперировать нас, когда самостоятельно. Да, я помню. У меня уже дети выросли, замуж поддавал, внуки выросли. Спасибо вам большое. Спасибо большое за это. Спасибо вам за добрые слова. Друзья, напоминаю, что это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость в студии, заместитель главного врача Гомельского областного клинического кардиологического центра Сергей Соливончик. Ну и мы продолжаем нашу беседу. Сердечно-состудистые заболевания по-прежнему являются, как мы уже обозначили в начале программы, главной причиной смерти в мире. Насколько эта проблема актуальна для Гомеля и области? Действительно, эта проблема остается актуальной и для Гомеля, и для области, потому что наш регион, в принципе, ничем не отличается от других регионов. Иногда люди думают, что какие-то там последствия той же Чернобыльской как-то влияют. Нет, могу сказать, что наш регион ничем не отличается. В худшую сторону такая же заболеваемость и смертность у населения нашей области. Поэтому проблема действительно является актуальной, и мы стараемся ее максимально хорошо решать. Ну, а от каких болезней сердце чаще? Это, конечно, на первом месте стоит ишемическая болезнь сердца. Это, конечно, и инфаркт и миокарда, это и хроническая сердечная недостаточность. Вот, надо, кстати, сказать, что благодаря тому, что люди в нашей стране и в городе и области стали жить дольше, это очень хороший момент. Но понятно, что человек с возрастом приобретает определенные заболевания, либо те, которые есть, в частности, по сердцу, они также могут становиться хроническими. И это приводит к хронической сердечной недостаточности, которая требует такого постоянного усилия, наблюдения и лечения людей. Кстати, что знают наши гомельчане, жители нашего города о своем сердце, о кардио и о том, как же за своим сердцем ухаживать? Мои коллеги недавно отправились на улицы нашего города. То, что получилось, давайте посмотрим прямо сейчас. К сожалению, нет, потому что банально не нужны пока что. Дело в том, что у меня оно никогда не болит. Никогда. Потому что я не пью, не курю и так прогуливаюсь, никогда не болит. Пока. Слава Богу. Дозированные нагрузки физические всю мою сознательную жизнь. Ну, как-то меня Бог миловал на эту тему. Она не коснулась пока. Ну, что я только знаю, как тоже, что и все, что только физические упражнения, дозированные нагрузки, отсутствие алкоголя, или, по крайней мере, его крайне минимальное количество, продлит срок службы мотору. А курение? А, курение, безусловно, да. Я еще забыл сказать, что я никогда в жизни не курил. Поэтому вот сейчас мне 68 лет, и я физически чувствую себя очень хорошо. Как минимум раз в год посещать поликлинику, проходить медобследование, кардиограмму, ну, в принципе, все. Но если что, то не беспокоит, конечно. По причинам кардиозаболевания наши, в общем-то, наверное, экология. Я так думаю, может быть, наше неправильное питание, может быть, тоже. Вот что там еще. От того, что мы мало двигаемся, тоже, наверное, первостепенную роль имеет. У меня ничего не было, а потом год назад раз появился. А я проходил же все эти, ну, что там требуется, диспансерский надзор этот. Прохожу. Ну, как видно, на ранней стадии ничего не выявляется. И я уже с 2000 года лечу себя только травами. Ну, естественно, у меня дополнительно очень много литературы. Очень много. Поэтому даже по сегодняшний день у меня дома, кроме йода, ничего нет. И я настолько изучила этот вопрос и поняла, что только природа нас лечит. Одеваюсь по-спортивному и сапожки, и пошла, и пошла. На пеньке сяду, чаек попью. Птички поют. Чем не ресторан? Природный ресторан, а не чив-чив-чив-чив. А я сижу на пенечке, пью чаечек с термоза, там что-то еще возьму. И вы знаете, радость на душе. Лечение. Не надо психолог, не надо терапии, не надо никто. Благость. Это программа «Диалог». Мы по-прежнему в прямом эфире. Вместе с вами, 77-68-45, номер телефона прямого эфира. Присоединяйтесь. Код Гомеля, напомню, 80-232. И прежде чем принять еще один звонок, Сергей Павлович, хотел бы у вас поинтересоваться. Что же вы думаете по поводу нашей рубрики «Есть мнения»? Хорошая рубрика, интересное мнение. Хорошо то, что люди тоже по-разному подходят к этому всему. Единственное, что, конечно, не надо, как девушка молодая говорила, что только схожу в поликлинику и там сделаю анализы. Конечно, желательно заниматься профилактикой самостоятельно. Понимать, что медицина – это только дополнительный участок, источник, который поможет вам сохранить ваше здоровье и подсказать, как правильно делать профилактику. Но каждому человеку необходимо самому знать четкие правила профилактики заболеваний. Это очень важное, очень позитивное мнение женщины, которая говорит, что действительно я хожу, много двигаюсь, и это помогает ей действительно... Кстати, об этом еще Гиппократ говорил. Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Ирина Анатольевна. Я хотела бы задать вопрос Сергею Павловичу. Пожалуйста. Вот, может, какие-то новые методики лечения мерцательной аритмии появились вот за последнее время? Или вообще, как это лечится? Хотелось бы узнать. Вы знаете, что новые методики, как бы, они появляются, но они больше заключаются в том, что либо новые препараты определенно используются, либо если вас интересует хирургический путь, то здесь уже нужно смотреть, опять же, на результаты обследований, которые у вас есть. Это пароксизмальная форма мерцательной аритмии или постоянная. Может быть, то, что раньше не выполнялось хирургическим путем, сейчас может быть предложено. Поэтому я бы хотел просто попросить вас, чтобы вы пришли к нам в кардиоцентр. У нас есть специалисты, которые этим занимаются. Опять же, могли бы посмотреть результаты ваших обследований, которые есть. Может быть, предложить какие-то дополнительные обследования. И уже тогда по результатам вот такого комплексного осмотра принимать решение, что бы мы могли вам дополнительно порекомендовать. Или нужны какие-то там изменения, скажем, медикаментозной терапии. Я думаю, ответ исчерпывающий. За любыми консультациями можно обращаться в ваш кардиологический центр. Правда ли, что сердечно-сосудистые заболевания за последнее время заметно помолодели? Ну, есть некоторые тенденции, что обращаются более молодые люди. Хотя, вот по тому, как работает кардиоцентр, надо сказать, что мы все-таки работаем с разными людьми. У нас нет какого-то ограничения вообще по возрасту. У кого есть проблемы кардиологические, человек согласен на выполнение оперативных вмешательств, включая коронарографию и постановку стендов, к нам скорая помощь везет всех людей, независимо от возраста, для того, чтобы оказывать эту помощь. Сергей Павлович, а можно ли обозначить какие-то предрасположенности, какие-то факторы риска, группы риска? Или просто предупредить? На что, в первую очередь, обратить внимание? Когда сердце подскажет, что ему тревожно? И не в душевном смысле? Ну, конечно. В первую очередь, надо подумать о курении. Это фактор такой, который реально значительно ухудшает жизнь и прогноз по не только сердечно-сосудистым заболеваниям, но и по другим, по легочным и так далее. Безусловно, гиподинамия, избыточный вес, это само по себе является дополнительными факторами того, что у человека могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Сахарный диабет, он действительно всегда ухудшает прогноз развития сердечно-сосудистых заболеваний и развития возможных осложнений. Поэтому людям, у которых есть сахарный диабет, конечно, очень внимательно необходимо подходить к приему препаратов, которые прописаны специалистам, и к контролю уровня глюкозы крови для того, чтобы держать эти параметры в приемлемых рамках. Потому что наш опыт показывает, что чем более тщательно человек подходит к своему здоровью и правильно принимает препараты, прислушивается к мнению специалистов, тем лучше реальная его ситуация. И очень длительное время многие заболевания могут быть компенсированы без каких-то серьезных осложнений. Но вот по вашим наблюдениям, кого на сегодняшний день больше? Тех, кто тянет, скажем так, до последнего или те, кто заблаговременно приходит к врачу? Сложно даже сказать. Я бы не стал делить какими-то, наверное, процентами, потому что делится скорее от психологии человека. Вы знаете, появляется очень много молодых людей, которые действительно начинают о своем здоровье задумываться еще даже со школьной скамьи, занимаясь той же физкультурой, отказываясь от редных привычек. И в то же самое время есть люди, которые даже в серьезном возрасте не сильно думают про свое здоровье, полагаясь на то, что, а может быть, оно как-то там само пройдет, не буду пока ничего делать, а там уже будет видно, как показывает практика, это не проходит. Поэтому лучше, даже если человек чувствует, что есть какая-то проблема, лучше все-таки обратиться своевременно. И своевременное обращение, оно просто позволит минимизировать те проблемы, которые могут развиться. У нас буквально несколько мгновений прямого эфира остается, и есть возможность принять последний на сегодняшний эфир телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Алло, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Вам обращается Наталья Анатольевна Гомельченко. Я хотела бы узнать, может ли сердце болеть при язвенной болезни 12-перстной кишки? Спасибо. Может ли сердце болеть при болезни 12-перстной кишки? Да, при язве 12-перстной кишки. Могут быть боли, конечно. Хотя иногда боли от язвы в 12-перстной кишке, либо в желудке, они иногда скрывают картину, что у человека развиваются проблемы по сердцу. Поэтому оптимально провести, если есть какие-то сомнения, провести дополнительные исследования, начиная с обычной электрокардиограммы и нагрузочной какие-то пробы, скажем, как вело-рогометрия, либо Тредмил, для того, чтобы убедиться, что кардиологических проблем нет. И потом уже проще тогда лечить язву, если она там обостряется, зная, что проблемы по кардиологии реально нет. Незаметно пролетает время в прямом эфире, должен признать этот факт. Подводя итог нашей сегодняшней беседы, о чем хотелось бы напомнить нашим зрителям, о чем хотелось бы предупредить? Я хотел бы просто попросить людей, у кого действительно есть проблемы и кто сомневается в том, что надо или не надо идти к врачу. Все-таки подумайте о том, чтобы прийти к врачу, показаться, послушать мнение специалиста. И, безусловно, надо заниматься профилактикой заболевания, в первую очередь. Потому что болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Чем на более поздней стадии человек приходит, тем меньше потом приятных слов он может услышать о своем заболевании и о прогнозах. Поэтому я как бы призывал человека так. Есть проблема, давайте будем стараться решать ее вместе. Сергей Павлович, огромное вам спасибо, что в вашем плотном графике нашли время прийти к нам в студию, на наш диалог. Уверен, что будет у нас еще время с вами побеседовать и проинформировать население о том, как же держать свое сердце в полном порядке. Я же напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель главного врача Гомельского областного клинического кардиологического центра Сергей Солимончик. Спасибо вам еще раз, до встречи и, друзья, берегите себя. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 .